Во имя Отца и Сына, Святаго Духа, и Аминь. Святитель Амзлатаус, 33-й беседе, на первое послание к Коринфянам, говорит в ней о любви и о свойствах ее. Апостол Павел, описывая красоту любви, говорит, «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозмосится». 1 Коринфянам 13 глава 4 стих. Смотри, с чего он начал и что поставил первую причину всех благ. Долготерпение, оно корень всякого любомудрия. Посему и премудрый говорит, у терпеливого человека много разума, а раздражительный вызывает глупость. Притча 14 глава 29 стих. Далее, сравнивая эту добродетель с крепким городом, говорит так, что она крепче его. Это несокрушимое оружие, непоколебимый столб, легко отражающий все нападения. Как искра, упавшая в море, не причиняет ему никакого вреда, но сама тот час исчезает. Так все неожиданное, поражая долготерпеливую душу, скоро исчезает, а ее не возмущает нисколько. Долготерпеливый, как бы пребывая в пристани, наслаждается глубоким спокойствием. Причинишь ли ему вред? Не подвинешь этого камня. Нанесешь ли ему обиду? Не потрясешь этого столпа. Нанесешь ли ему удары? Не сокрушишь этого адаманта. Потому он и называется долготерпеливым, что имеет как бы долгую и великую душу, ибо долгое называется и великим. Между тем, этот добродетель рождается от любви, и тем, которые имеют и хорошо употребляют ее, доставляет великую пользу. Апостол не останавливается на этом, но прибавляет еще и другие совершенства любви. Она говорит, милосерствует. Так как есть люди, которые употребляют долготерпение не на собственное любомудрие, а на вмещение тем, кто оскорбляет их, терзаясь внутри себя самих, то он и говорит, что любовь не имеет этого недостатка, посему и прибавляет, милосерствует. Любящие не до того поступают кротко с пламенеющим гневом, чтобы усилить пламя гнева, но чтобы укротить его и погасить. И не только мужественным терпением, но и угождением, и увещеванием врачуют рану и исцеляют язву гнева. Не завидуют, дальше говорит. Случается, что иной терпелив, но и завистлив. Отчего добродетель его теряет свое совершенство. Но любовь далека и от этого. Не превозносится, то есть не поступает безрассудно. Она делает любящего благоразумным, степенным и основательным. Безрассудство свойственно людям, любящим постыдно. А любящий любовью истинную совершенно свободен от этого. Ибо когда нет в сердце гнева, то не может быть и безрассудства, и дерзости. Любовь пребывает в душе. Как бы какой-нибудь искусный земледелец не допускает вырастить ни одному из этих терний. Дальше. Мы видим, что многие гордятся своими добродетелями, то есть тем, что они не завистливы, не злые, не малодушны, не безрассудны. Эти пороки соединены не только с богатством и бедностью, но и с самими добрыми по природе качествами. А любовь совершенно очищает все. Заметь, долготерпеливый не всегда еще милосерд. Если же он не будет милосердным, то его доброе качество становится пороком и может обратиться в это злобие. Но любовь, доставляя врачество, то есть милосердие, сохраняет добродетель чистую. Также милосердый часто бывает легкомыслен. Но любовь исправляет и этот недостаток. Любовь, говорит, не превозносится, не гордится. Милосердный и долготерпеливый часто бывает гордым. Но любовь истребляет и этот порок. Не бесчинствует, в стихе пятом говорится дальше. Что я говорю, продолжает апостол, что любовь не гордится. Она так далека от этой страсти, что и терпит крайнее бедствие за любимого. Не считает того бесчестием для себя. Не сказал, опять же, хотя терпит бесчестие, но мужественно переносит его. И даже нисколько не чувствует бесчестие. Посмотрим в этом отношении на Христа. И увидим истину сказанного. Господь наш Иисус Христос подвергался оплеванию, бичеванию от жалких рабов. И не только не считал это бесчестием, но еще и радовался и вменял в славу разбойника и человека-убийцу. Он вместе с собой, прежде других, вел в рай. Беседовал с блудницей, притом в присутствии всех обвинителей своих. И не считал этого постыдным. А даже позволил ей целовать свои ноги, орошать слезами свое тело и отирать волосами. Все это перед глазами врагов и противников. Потому что любовь не бесчинствует. Посему и отцы, хотя бы они были мудрее, красноречивее всех, не стыдятся лепетать вместе с детьми. И никто из взирающих на это не осуждает их, а напротив, это кажется столь хорошим делом, что даже удостаиваются похвалы. Если дети бывают порочны, то они терпеливо стараются исправить их, наблюдают за ними, удерживают их от дурных поступков и не стыдятся, потому что любовь не бесчинствует. Но как бы какими золотыми крыльями прикрывают все проступки любимых. Для нее стыд не уметь любить или, любя, не подвергаться опасностям и не терпеть всего за любимых. Впрочем, когда говорю я, все то не подумай, будто разумею вредное. Тот только любит, кто любимому желает полезного, а кто и не ищет добра, тот хотя бы тысячу раз говорил, что любит враждебня всех врагов. Дальше. Не ищет своего, не раздражается. Сказав, не бесчинствует, апостол показывает и то, каким образом она не терпит бесчестия. Каким же? Она не ищет своего. Любимый составляет для нее все. И она вменяет в себе, в бесчестие, когда не может избавить его от бесчестия. Так что, если можно собственным бесчестием помочь любимому, то не считает и этого бесчестием для себя. Любимый для любимого есть то же, что сам он. Любовь такова, что любящий и любимый составляют уже не два отдельных лица, а одного человека, чего не может сделать ничто, кроме любви. Посему не ищи своего, дабы тебе найти свое. Ибо кто ищет своего, тот не находит своего. Потому и апостол Павел говорит, не ищи своего, но каждый в пользу другого. 1 Карифон 10 глава 24 стих. Польза каждого заключается в пользе ближнего, а польза ближнего в его пользе. Кто не хочет в пользе ближнего искать собственной пользы, тот не получит венцов. Бог устроил так для того, чтобы мы были привязаны друг к другу. И полезное для каждого Бог даровал ближнему, дабы мы имели общение друг с другом и не разделялись. Сказав, не ищет своего, апостол опять говорит о благах, происходящих от любви. Какие блага? Не раздражаться, не мыслить зла. Смотри, опять, как она не только истребляет пороки, но даже не позволяет им получить начало. Ибо не сказал, хотя раздражается, но преодолевает раздражение. А не раздражается, не сказал так же, не делает зла, но даже не мыслит зла. Не только не совершает, но даже и не замышляет ничего худого против любимого. И действительно, как она может делать зло или раздражаться, когда не допускает даже худой мысли? А здесь и есть источник любви. Не радуется неправде, 6 стих. То есть, не радуется, когда другие терпят зло. И не только это, но есть в ней и гораздо большее. Сорадуется истине. То есть, радуется о тех, которые благоустроены в жизни. Как и в другом месте он говорит. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Римлянам 12 глава, 15 стих. Потому она и не завидует, потому не гордится. Благо других она признает своими. Видишь ли, как любовь делает питомца своего почти ангелом? Ибо если он не имеет гнева, чужд зависти и чист от великой пагубной страсти, то очевидно, что он уже выше природы человеческой и достиг без страсти ангелов. Впрочем, апостол не довольствуется этим, но находит сказать еще нечто большее. Важнейшее он всегда излагает после. Любовь говорит, все покрывает, стих 7. По своему долготерпению и кротости, что бы ни случилось, прискорбное и тяжкое, хотя бы то были обиды, хотя бы побои, хотя бы смерть или что-либо другое подобное, все покрывает. Этими словами он выражает силу любви. А дальнейшими доброту ее всему говорит, верит, всего надеется, все переносит. А что значит всему верит? Не отчаивается, ожидает от любимого человека всего доброго, и хотя бы он был худ, не перестает исправлять его, печься и заботиться о нем. Всему верит, не просто надеется, но с уверенностью, потому что сильно любит. И хотя бы сверхчаяния не происходило добра, и даже любимый становился бы еще хуже, она переносит и это. Все, говорит, терпит, любовь никогда не перестает. Восьмой стих. Видишь ли, чем он завершил изображение, и что особенно превосходно в этом даре, что значит никогда не перестает, не прекращается, не ослабевает от того, что терпит, потому что любит все. Кто любит, тот никогда не может ненавидеть, что бы ни случилось. В этом величайшее достоинство любви. Итак, если любовь есть виновница истинной добродетели, то будем наслаждаться ею со всем тщанием в душах своих, дабы она принесла нам многие блага, и дабы нам постоянно собирать обильные плоды ее, всегда цветущие и никогда не увядающие, тогда достигнем и мы вечных благ Господу нашему. Слава во веки веков. Аминь.